МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На первом канале новости. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Нераздача слонов. Кому из участников Международного молодежного фестиваля циркового искусства достались заветные статуэтки? Их имена пока малоизвестны, но уже вскоре о них может заговорить весь мир. В Москве завершился Международный молодежный фестиваль циркового искусства. Финальной точкой стал зрелищный гала-концерт. Кто победил, узнала Юлия Шатилова. Владимир! За эти три фестивальных дня они успели заговорить на одном языке. Такая странная смесь русско-английско-китайско-французского и непереводимый клоунский диалект. Эта интернациональная труппа все перевернула с ног на голову, днюют и ночуют на манеже цирка на Цветном. Питать осталось уже недолго. Гала-концерт подходит к концу, и через пару минут станет ясно, кто же увезет с собой эти увесистые и очень ценные в цирковом мире призы. Легендарные статуэтки слонов, самых больших артистов манежа. Жюри пришлось нелегко, но они приняли решение. В этом году один золотой слон отправится в Китай. То, что делают 12-летние китайские акробаты, кажется выше физических возможностей человека. Второй приз достался юным артисткам из Украины за их силовой номер куклы. И третьего золотого слона жюри присудило выпускнику киевского эстрадно-церкового училища Семену Шустеру. Он же легендарный клоун Хоуш-Махоуш. От 20-летнего...